Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Хоть Бэрон и расстроен тем, что сказал Елис, он старается этого не показывать. Тем временем Тарик оглядывается назад, и на его лице отражается счастье. Когда Дилан приходит к Барану и спрашивает, что случилось, он считает это пустяком. Когда госпожа Хаджер спрашивает Тарика, что случилось, он отвечает, не волнуйтесь, все идет хорошо, как я и планировал. Между тем он вспоминает о соглашении, которое заключил с Елизом в обмен на деньги. Дилан спрашивает Барана, почему женщина пришла сюда. Баран объясняет, что ничего нет, мы ему позвонили, пусть посмотрит имена в деле, может, он кого-то знает. Дилан говорит, хорошо, по крайней мере, я подумал, что было что-то плохое, когда увидел тебя таким тихим, я подумал, может быть, он принес новости о Миране, когда я его увидел, но я верю, что мы это найдем. Дилан говорит, что Чинар очень рада приезду Мирана, поэтому она была бы очень рада, если бы мы добавили что-нибудь от Чинара. Когда Баран говорит, что имеет какое-то отношение к Акифу, Дилан уходит, говоря, что все в порядке, тебе следует заняться своими делами, а у меня есть дела в комнате Мирана. Чинар рисует картинку на обратной стороне документа и смета, затем берет его в руку и идет в комнату Мирана с Диланом. Когда Дилан замечает его, он прячет фотографию за спину. Когда Дилан спрашивает, могу ли я посмотреть, что у вас есть, Чинар говорит, что это еще не закончено. Когда Дилан скажет, хорошо, тогда приходи и сделай это здесь, я обещаю, делай это, пока не закончишь, хорошо. Когда он говорит, что любит рисовать, но не всегда может найти бумагу и краску для рисования, Дилан говорит, что я могу купить это тебе, если хочешь. Чинар говорит, что мне это не нужно, мой отец сказал, ничего не покупай. Другие. Баран рассказывает Акифу, что он молится, чтобы ребенок в могиле приюта не был Мираном. Акиф покидает Барана, говоря, что сделает все необходимое. Когда входит Баран, перед ним появляется Тарик и говорит, что ему очень жаль, Баран говорит, что ни о чем сожалеть. С другой стороны, говорит госпожа Хаджер, я не знаю, что сказать, но не теряйте надежду только потому, что такие вещи случаются, я вас очень ценю, продолжайте искать. Тарик говорит, что если нужно позаботиться о кладбище для бездомных, у меня есть знакомые, и мы справимся с этим немедленно. Когда Баран говорит, что в этом нет необходимости, Акиф с этим справится, но Дилан не знает о том, что произошло, госпожа Хаджер говорит, что вы правы, девушка опустошена, вы уже хорошенько подумали. Чинар и Дилан немного беседуют о любви Барана к рисованию, и когда карандаш Чинара ломается, Дилан хочет дать ему один из карандашей Барана. Когда Дилан идет за ним, Тарик зовет Чинара, и Чинар немедленно убегает из комнаты. Баран продолжает думать о том, что сказала ему Елис. В этот момент Дилан приходит к Барану и спрашивает, где твои карандаши для рисования, кончик карандаша Чинара сломан, я отдам его ей, Баран говорит, что здесь будет несколько запасных, и дает ей. Дилан говорит Барану, знаешь, они даже ручку и бумагу ребенку не покупают, я не понимаю, почему им так неинтересно. Когда Чинар говорит, я узнал, чего хочу от Мирана, и попрошу его нарисовать картину, Баран говорит, что Тарик слишком опекает и хочет, чтобы он держался от нас подальше, но я очень хочу позаботиться о нем. Я не хочу при этом оставлять ребенка в сложной ситуации. Когда Чинар идет к Тарику, он спрашивает, что ты делаешь. Чинар объясняет, что я сидел в своей комнате и ругает меня, говоря, смотри, ты мой сын, ничего от меня не скрывай, а теперь иди в свою комнату. Пока Чинар ест выпечку на подносе на кухне, приходит Джейда, ругает его из лица, говоря, забери выпечку из его рук и иди в свою комнату. Когда выходит Платан, он берет его и ест. Когда Дилан приходит в комнату и не может найти Чинара, а не видит, что он оставил свою фотографию. Пока Баран смотрит на картину, внезапно приходит Чинар, берет ее из его рук и говорит, что она еще не закончена. Когда Баран извиняется и говорит, что это выглядит очень красиво, хотя и не закончено, Чинару нравятся эти слова. Он берет карандаш у Дилана и продолжает рисовать. Когда Берфин уходит, сестра Акифа натыкается на него, и он роняет сумку. Несмотря на звонки Берфина, женщина не слышит. Она берет сумку и видит, что в ней ее кошелек. Он говорит, пусть наш Баран Ага отдохнет, потому что, когда придет наш Миран, он будет очень уставшим. В этом чемодане есть праздничная одежда, которую я купил для тебя, но у меня не было возможности, дитя мое. Когда Чинар спрашивает, что такое праздничное платье, Дилан объясняет, что матери и отцы покупают такую одежду своим детям, когда приближается праздник, а утром праздника ее надевают и взрослым целуют руки. Когда Чинар говорит, но я еще не купил праздничную одежду, Дилан говорит, мы купим праздничную одежду для тебя и Мирана в следующий праздник. Когда Берон слышит сны Дилана, он не выдерживает и выходит из комнаты. В этот момент он выходит из комнаты, когда слышит, как Джейда зовет Гэжу Хасиби. Когда Берфин приносит бумажник в их дом, сестра Акифа предлагает ему лимонад и просит помочь разрезать ткань. Старшая сестра Акифа очень любит Берфина. Баран плачет, разговаривая со своим сыном, и просит Бога о помощи, молясь, чтобы эти темные дни закончились. В это время приходит Чинар и спрашивает, почему ты плачешь. Баран говорит, что есть причина. Когда Чинар говорит, что мужчина не плачет о мужчине, плачь – это слабость, так сказал мой отец, он пытается объяснить, что это не так, говоря, что я не думаю, как твой отец. Пока они болтают с Чинаром, звонит господин Кудрет и спрашивает, как он. Тем временем приходит Тарик и забирает Чинара оттуда. Баран видит, как они уходят, и смотрит Тарику в глаза. Когда он спрашивает, есть ли какие-либо изменения в отношении Мирана, Берон объясняет, что произошло, но также объясняет, что он до сих пор не сказал Дилану. Когда Тарик спрашивает Чинара, о чем вы говорили с Бараном, Чинар отвечает, что Баран плакал, и говорит, что мужчина не плачет. Когда я спросил Чинара, что еще он сказал, он хотел посмотреть на мою картину, но как только я сказал, что не разрешаю, он взял бумагу из рук и спросил, дай мне посмотреть, что ты нарисовал. Когда он собирается посмотреть, где находится информация из Мета, приходит Джейда и жалуется Тарику на Чинара. Когда к ним приходит Хаджер Ханэм, она дает свою фотографию Тарику Чинару и отсылает его. Госпожа Хаджер говорит им обоим, что делать, и спрашивает, что вы пытаетесь делать спустя столько времени. Тем временем Бэрон наблюдает за ними издалека. Дилан готовит кофе для Барана и приносит его Барану. Она говорит, что с ним что-то не так. Как будто ты дал обед молчать. Что происходит? Спрашивает Баран. Бэрон говорит, что его впечатлило то, что Миран сказал сегодня в своей комнате. Но Дилан не очень верит, говорит, но не буду настаивать, мы разделяем радость и печаль, ты можешь рассказать мне, когда придет время. Когда Дилан упоминает фотографию Чинара, Баран говорит, что мальчик очень талантлив, я надеюсь, что они знают об этом, и Дилан отвечает, я так не думаю. Когда Баран говорит, что не понимает своих подозрений в отношении Чинара, Дилан спрашивает, есть ли что-то в Чинаре, чего я не знаю, но Баран оставляет Дилана, говоря, что ничего нет, у меня есть кое-какие дела. Он очень хорошо ладит со старшей сестрой Акифа, Берфин, и дает ему немного денег за помощь в работе, а также дает ему свой номер телефона на случай, если ты захочешь прийти и поработать со мной. Берфин уходит, и в дом входит Акиф. Баран рассказывает могиле Феррата и Гуля о Миране и признается им. Он говорит, что очень чувствует отсутствие Феррата и много его ищет. Барану звонит Акиф, и когда он говорит, что исследует кладбище бездомных, но нужно взять образец, Баран говорит, что Дилан не знает, поэтому нам нужно ему сказать. Когда мой брат Акиф говорит, что деморализоваться еще рано, Баран с ним соглашается и говорит, что мы не потеряем надежды. Дилан думает, что Беран опаздывает и ее что-то беспокоит. Хотя Дилан помнит, как Баран говорил ей держаться подальше от Чинара, она не может вынести того, что произойдет, если я дам ей тарелку с выпечкой и приготовлю тарелку для него. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok